Праздник Хануки А что такое дыруны? Мы сейчас узнаем, да, вот, чтобы латкис, да, латкис это чисто вот те же дыруны, которые, да, я понял, люди спрашивают, сейчас объясню немножко, знаете, я очень хорошо помню мамины дыруны, так скучаю за ними, за этим вкусом детства, детства, знаете, Кстати, самое интересное, что она это делала, эти дыруны, чаще всего в зимнее время, больше, чем в остальные времена года, я даже не догадывался почему, но четко понимал, в нашем кооперативном доме, где мы жили, латкис было особенное блюдо, Те старые евреи, говорящие на идыше, тебя угощают под, именно, под новый ход латкисами, что-то тебе говорят, а ты говоришь, да, и вот это, за этим еврейским кооперативным домом и двором, который у нас там, я скучаю иногда, знаете, вот такая ностальгия, Эти латкисы со сметаной и тому подобное, знаете, скажите, ну шо ж такое дыруны, эти ваши латкисы, да, вот, то есть мы привыкли вот на Западной Украине, да, вот, говорить латкис, ну, по этой еды, что мы как используем, И вот я специально залез в вециклопедию или же в интернет, это сейчас гугл в помощь, да, как у нас говорят, и посмотрел, дыруны или латкис, известное блюдо во всем мире, вам это известно, нет? Да, больше всего его любят и ценят, конечно же, в славянских странах, но Европа любит это, незвычайно украинское блюдо, очень сильно. Дыруны готовят одинаково практически во всей территории Украины, свое почтение отдавали этому блюду украинские классики, описывая дыруны в своих произведениях. Традиционно дыруны являются вторым блюдом, подаются сольно, то есть отдельно, без гарнира, чаще всего к обеду со сметаной. Ой, какая вкуснятина, ой-ой-ой. Говорят, что дыруны родом из Белоруссии, но существенно отличаются от украинских дырунов тем, что белорусские дыруны подаются с добавкой мяса, то есть с начинкой мяса. Традиционно украинские дыруны содержат в себе только картофель, конечно, возможно, начинки разные, но это зависит от хозяйки. Классический рецепт дырунов начинки не содержит, как и еврейские латкесы. Мы настолько интегрированы одни в других, что мы даже не различаем, что дыруны, что латкес, главное, чтобы оно было. Для многих людей современной истории Ханука остается символом еврейской культуры противовеса Рождеству. Когда мы говорим с людьми по всему миру, они как будто отрезают, у нас вот Ханука, а у христиан есть Рождество. Как будто противовес Рождеству существует Ханука. Но знаете, как ни странно, Рождество и христиане спасли Хануку. Кто-то скажет по ту сторону экрана, так и спасители вы Хануки. Ну да. Ну я знаю, что евреи нас смотрят иногда, спасители Хануки. Смотрите. Нигде в Торе, Гавторе, Нувим и Тувим, вы не увидите упоминания о Хануке. И лишь только в католическом каноне Библии упоминается там о тех событиях, которые описаны в книге Маковейских. Как события, которые происходили в то время. И самый большой плюс, который, можно сказать, для спасения Хануки, упоминания о Хануке как праздника, мы находим в Евангелии от Иоанна. И Ханан описывает, это очень интересно, в 10 главе, 22 стих. В то время в Иерусалиме праздновалось обновление храма, и была зима. И Ишуа ходил на храмовой горе. Это означало, что Ишуа был частью того общества, той культуры, которая праздновала Хануку как праздник обновления храма. Там ему додавали тысячи вопросов. Наверное, один из них был, ты тот или нам ждать другого. Это очень важная тема, потому что время Хануки это ссылка на некоторые действия. Я могу точно сказать, что без Хануки не было бы Рождества. Теперь многие христиане скажут, ну что теперь вы скажете, что не было бы Христа без Хануки? Знаете, как бы никому не угодишь. Евреям говоришь, что христиане спасли Хануку, не нравится. Когда говоришь, что без Хануки не может было быть Рождества, тоже христианам не нравится. Но что делать? Мы этот мостик, который соединяет два сознания. Во времена Хануки, это ссылка на время оккупации Израиля. Уничтожение культуры, традиций, религии иудеев с Оликвитским царством. Это было, как уже вы смотрели в этом постановочной сценке, которая театре, да? До 165 года нашей эры. Именно этот момент порабощения, или же, можно сказать, оккупация Израиля, имела целью собой именно изменить евреев в то времени, чтобы вся греческая культура от севера, востока и запада могла быть монолитным таким царством. Но точно не буду входить в детали. Но хочу сказать то, что мы переживаем с вами за последние 10 месяцев, похоже на какие-то параллели того времени. Как дети сегодня зазнули, да, и перенеслись во времени. Мы можем также посмотреть на то прошлое время и сказать, подождите, у нас как будто какие-то сходства есть. Эти этапы специальной военной операции Антиоха по захвату Израиля в 165 году до нашей эры проходим мы сегодня и в Украине. Но ничего, как кажут москали, не получат, как и греки в то время тоже. Греки пытались Израиля сперва демилитаризировать, затем они денационализировать иудеев, забрать в них культуру, язык и тому подобное, а потом еще десатинизировать. Поставить в Божьем храме идола, такого маленького или здоровенного беса под названием Зевс. Похоже что-то, да? Небольшое такое путешествие обратно. Почему? Почему эти греки так сильно хотели осквернить храм? Они не пытались смеяться над евреями, но для них не было логики, что евреи поклоняются невидомому, как бы Богу, без образа. А у них такое мнение, если ты поклоняешься Богам без образа, значит это какие-то духи и евреи, их учения являются сатанистскими. То есть, в другим словом, не подлежащие разуму. Какой же Бог там? Вот почему, что происходило тогда в Иудее под давлением греков. Так как поклонение невидимому Богу, это как бы часть для них непонятности. Что делают евреи, на кого они уповают. Но маленькая армия, евреи под предводительством Иуды Маковея, а Маковея как молот, наваляли, как у нас любят, люлей, да, говорят, наваляли люлей грекам, где оккупировали страну, очистили храм от идолов. Какой результат? Еврейский суверенитет. Но могу сказать только, что, браво, все повторяется, история, она повторяется. Если посмотрите, частями жизни история повторяется. Без дерзкого восстановления, или восстания против денационализации, не было бы восстания, или восстановления службы в храме, Ишуа бы не пришел. Если бы не было восстания, если бы не было именно вот деоккупации, а было бы полное поглощение греками Израиля и изменения всей жизни, не пришел бы Ишуа. Скажите, как это так? Ну же Богом обещаны? Я просто хочу вам провести параллели. У Бога никогда не бывает просто так каких-то вещей происходящих. В посланиях Хануки было предвестие перемен, ожидающих людей и Мессии. И то, что происходило с храмом и события, они сложили предвестием для прибытия Мессии. Восстание Маковеев заставило людей с надеждой посмотреть в будущее и вот избавление со стороны Бога для всего человечества, или же для Израиля больше всего. Послание к Галатам, 4 глава, 4 и 6 стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. И как вы, сыны, то Бог послал в сердце наше Духа Сына Своего, пьющего к Нему, Аба Отче. Мы говорим к Нему, Аба Отче. И два этих события очень важны для нас с вами, верующих людей. Это два образа, сфокусированных на одну цель. Обновление. И Ханука, и Рождество имеют одну особенную часть для всего человечества обновления. Ханука – это обновление храма, Рождество – это обновление завета. Поэтому мы говорим, Новый завет, обновленный, не как прошлый был, а будет обновленный, с домом Якова, я сделаю Новый завет. И Ханука является тоже обновлением надежды для человека. Ханука указывает на очищение внутреннего храма для служения Богу. Для нас, почему мы празднуем этот праздник? Напоминаем себе, что нам нужно, друзья, очищение. И об этом говорит Новый завет. Вы – храм Духа Божьего, или Духа Святого. И Дух Святого живет внутри нас. И если не будет очищения, ежедневного покаяния, или признания своих ошибок, и обновления своей жизни, как мы можем иметь отношение с Богом? Ханука, как сказал, это часть очищения внутреннего храма. Храма тоже надо очистить, всякий внутренний хлам. Рождество указывает нам на очищение путем пролития крови и доступ к Богу. Мы это знаем. Мы это видим через Новый завет. Послание к ревереям, 10 глава, 6 стих. Поэтому, входя в этот мир, он говорит, жертвы и приношения ты не захотел, но приготовил у меня тело всесожжение жертвы за грех неугодный тебе. Бог, вводя своего сына в этот мир, говорит, жертвы мне уже, надоели. Поэтому я делаю особенную жертву для того, чтобы люди, поверив в него, могли быть прощены. Ханук это празднует как радостное торжество. Да, мы верующие христиане праздную торжество один день. Порадовались, может, с большими подарками. Евреи празднуют 8 дней. Маленькими, но много. Каждый день праздник, правда? Но, несмотря на это, Ханук празднуется как радостное торжество света над тьмою. Победа света над тьмою. И Рождество символизирует рождение света миру. И Евангелие от Иоанна, первая глава. С чего Иоанн начинает? В начале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть. И без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь. И жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит. И тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя Ему, Йоханан. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете. Дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои не приняли Его. Не означает, что все евреи отказались от Него. Нет, принятие или же ожесточение в Израиле пришло на время, чтобы Евангелие было проповедано по всему миру. И когда-то Евангелие будет проповедано по всему миру, и люди осознают, что Бог любит весь мир, евреев и неевреев, так сильно, что Он послал Своего Сына. Чтобы спасти весь мир, тогда придет осознание и всему Израилю. Израиль скажет, Багуха Баба Шамадунай, богословен предыдущий во имя Господня. Поэтому они два праздника олицетворяют надежду каждому из нас. Без света вообще как бы тяжело. Мы убедились в этих реалиях. Кто из вас убедился, что без света тяжко? И ты думаешь, как эти люди вообще жили раньше? Без интернета, без света, полная тьма. Не телевизор включить, не постирать вещи. Вообще нету света и нету у нас тепла. И мы думаем, Боже, что происходит? Как вы? Вы поняли, нету света. Возьмите эту часть. Нету мессии в вашей жизни. Ты думаешь, ты в полной тьме. Как говорится, и не туда, и не сюда. И этот свет, который дан Богом для нас, он оживляет нашу жизнь. В нем у нас есть надежда. В нем у нас есть обетование. Я вам скажу, что общаясь с многими людьми, неверующими людьми, ты понимаешь, что это состояние, которое у нас отключение, веерные отключения, туда-сюда, интернета нет. У них от этого депрессия. Их жизнь становится какой-то, знаете, без надежды. Разговариваешь с верующими людьми, у них глаза такие сияющие. Я говорю, нету света, говорит, и шоп, молитва зато есть. Я говорю, нету света, я могу что-то другое сделать, поехать. И ты понимаешь, что у людей есть надежда. Есть надежда. Каждый из нас просто в наших реалиях переживает это все. С наступлением хануки, по традиции, зажигают сперва шамыш. Вот такую центральную, она выше всех. Ее зажигают, и шамыш означает служка. Или служа... Ну, да, служка. Служка, не... Прослужка. Как служитель. Шамыш, мы говорим к шамышим, да, это служители. Это делается... Первое зажигается шамыш, потом на первый день одна свечка, и горят только две. На следующий день добавляют свечу, потом с каждым днем добавляют их восемь дней. Да, но я хочу вам сказать, нет, неотменно что остается для хануки. Ты сперва зажигаешь шамыш. Каждый день ты зажигаешь шамыш, и им зажигаешь остальные свечи. Почему я говорю об этом? Как это связано с Рождеством? Вот мы говорили, вот Евангелие Иоанна, первая глава, там 9 стих. Был свет истины, который освещает всякого человека, приходящего в мир. Он зажигает нас, верующих людей. Он дает нам надежду, дает нам даже, знаете, вот такое вот, смотреть на будущее с позитивом, как бы помочь другим, ехать в самые сложные места, помогать самым трудным людям. У нас как будто есть вот это состояние, где мы готовы служить людям, потому что Он когда-то зажег нас в нашей жизни. Из слов Мессии мы можем увидеть призыв каждому из нас, и каждому человеку на земле, и особенно для тех, кто сегодня здесь находится в этом зале. Ишуа вновь обратился, я читаю Иоанна 8, глава 12 стих. Ишуа вновь обратился к ним, я свет мира, тот, кто последует за мной, никогда не будет ходить во тьме, но будет иметь свет, дающий жизнь. Ридную мовую, так? Читаты? Ишуа вновь обратился к ним, я свету, тот, кто следует за мной, никогда не будет ходить во тьме, потому что свет, что не все живое, всегда будет с ним. И услышите, так интересно, этот украинский перевод, этот украинский перевод, давайте будем говорить так. Кто следом идет за мною, никогда не идет тьме у тьме, бо светло, что несе життя, завжди будет с ним. Если вы последуете за ним, если пойдете за мной, то свет жизни, который внутри вас, то, что вас пробудило, и чем вы живете, будет сопровождать вас все время. Через тысячелетия этот призыв остается тем же без изменения. Абсолютно, без изменения. Каждый из нас понимает, что нам необходим этот путь. Если не хочешь жить во тьме, то следуй за Мессией. Если вы хотите жить во свете, идите за Богом. Все, что нужно сделать, так это осознать, что жизнь наша, это временное существование на земле. Сегодня я спрошу молодых людей, подростков, они скажут, послушай, вся жизнь впереди. Надейся и жди. Реба, надейся, что я приду когда-нибудь в общину. Жди меня, я приду или вернусь. А спросят уже людей, которые прожили уже жизнь. Они наоборот скажут, сколько нам осталось. Позавчера мы там общались с людьми, которые приходили в общину. И Саше стало чуть плоховато с сердцем. И человек, который, мой одноклассник, который живет сейчас тоже в Одессе, раз ему притянул таблеточки и говорит, возьми две. И потом мне говорит, когда мы были молодые, мы носили конфеточки. А теперь, когда мы постарили, мы носим таблеточки. Я говорю, слушай, интересный вариант. Это как на что-то намек. Но на самом деле, чтобы изменить нашу жизнь, надо подумать, ведь это временная жизнь. А что будет за чертой смерти? Я вам скажу, жизнь. Не будет пропавшее состояние. За чертой смерти, или, может, за закрытие глаз. Будет жизнь. Но вопрос, с какой жизнью жить? Вечная жизнь, она вечная жизнь. Либо мы избираем сегодня свет и присутствие Бога, либо отделение от Бога во тьму. Кремежную тьму. Где скорби, да, может, скрежет зубов, да, вопль, сожаления какие-то. Все останется там. Во тьме. Я не хочу ходить во тьме. Спасибо, уже без света пожили чуть-чуть. Восемь часов в день. Да, это тоже не очень приятно. Я хочу жить там, и быть там, где сам Машех, он присутствует. Где Бог является светом. Где есть улицы. Где есть наши места. Где есть озеро, да. Где есть деревья. Где есть люди, которые ты видишь, знаешь, любишь. Спасенные люди. И говорю, это не только для тем людям, которые не знают, не осознали, что есть Бог. Бог, который послал своего сына в эту землю, который родился в Бетлехеме, еврейском доме, маленьком поселке, дом хлеба. В еврейской семье вырос и умер в Иудее, воскрес в Иерусалиме. Я сегодня говорю верующим людям. Обращаюсь сегодня к верующим людям. Кто смотрит нас в интернете, кто находится здесь. Что пришло время обновления собственного храма. Это напоминание. Нам нужно время освобождения нашего внутреннего храма. От страхов, которые у нас есть. Безнадеги или же, например, мышления, которые нас окружают, что все будет хуже и хуже и хуже. Нам Бог дал надежду. Нам нужно освободить наш храм от всякого хлама, который и мерзости, который у нас есть. С суете и запустению, в котором мы оказались. Время пробуждения. Встать против бессюганов, которые нас тревожат и наводят в нас всякую безнадегу. Приходим мы таким состоянием, кислым лицом, ничего не изменится. Послушайте. Это наше ханука. Наше освящение. Это наше Рождество и наша надежда в будущее. Ишуа говорит, я никогда тебя не оставлю и не покину. Я буду рядом с тобой в тяжелые времена или радостные времена. В времена отключения света или же у нас будет просто отлично и процветание экономическое. И все цены опять поднимутся до небес. Независимо от этого. Если вы никогда не призывали Ишуа в личную жизнь. Мой совет вам, дорогие друзья. Подумайте еще раз. Что вы с этим теряете? Да? Ничего. Как умирающий еврей лежит на своем одре болезни и говорит, позовите мне священника. Ему говорят, что вы делаете? Вы же знаете, это же не наша вера. Он говорит, позовите священника. Священник приходит и сочувствует этому человеку. Еврея говорит, зачем вам это надо? Он говорит, на всякий случай. На всякий случай. Друзья, я обращаюсь сегодня к вам и подумайте на всякий случай. Подумайте о своей жизни. Стоит ли жить во тьме? Стоит ли жить без надежды? Стоит ли жить без, знаете, вот какого-то уверенности в завтрашний день? Я думаю, что не стоит. Стоит сделать шаг веры и принять Ишуа личным спасителем Иисуса из Назарета. Простым языком. Вы скажете, что мне сделать? Просто помолитесь со мной. Если вы на этом месте никогда не призывали имя Иисуса, Ишуа из Назарета. Вы думаете, когда-то еще успею. Когда вот станет плохо совсем. Когда я уже точно знаю, что умру. На всякий случай это сделаю. Послушайте. Давайте мы сейчас склоним головы. Я хочу помолиться за вас. Просто склоните голову. Я не собираюсь вас говорить. Поднимите руки, кто не принимал Иисуса, хотят принять сейчас. Своим сердцем. Подни хануки. Помолитесь вместе со мной. Абба, Отец Небесный. Мне нужен свет моей жизни. Мне нужно Твое просвещение. Мне нужна надежда, что завтра будет лучше, чем сегодня. И что моя жизнь, она чего-то стоит. Мне нужна надежда в том, что мой Бог, который меня любит, отдал сына своего на Голгофский крест. С Ним дал мне прощение и надежду. И где он, я там буду. Чтобы страх смерти ушел. Потому что умирающий в Господе, он уже свободный, блаженный. И я верю, Господи, что Ты, Иешуа, Иисус Инзарета, данный Богом нам для искупления моих грехов. Я признаюсь, что я грешный. Ты мне нужен. Прости меня. Прости меня. Прости меня. Абва, спасибо Тебе за это время. Время, когда мы можем надеяться на Тебя. Яви свое чудо восстановления в моем теле. Исцеление – это дар от Бога. Особенно для тех, кто верующий. Абва, я призываю Твое исцеление в это место, место собрания. Я прошу, благослови людей. Если это артрит, исцели. Если последствия инсульта, Господь, восстанови. Возможно, переломы, возможно, операции. Болят почки, сердце. Или же как люди, которые болеют раком и получили исцеление. Господь, у нас таких очень много. Сегодня это время чудес. Как чудо Рождества, чудо Хануки. Твой завет, он обновляется. Мы как рабы Твои, как дети Твои, говорим. Хенене, вот мы. Прикоснись к нам. И исцели. Спасибо Тебе за это время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok